Всем привет! С вами Сиджи Вакула. Для программирования игр нужно точно понимать, как работают переменные. Рассказываю об основных и показываю, как они работают. Например, сколько жизней осталось у игрока, сколько собрал монеток, маны, брони, какие взял способности. Все это работает благодаря переменным. Важно понять, что переменная это контейнер для информации. Информация бывает разной, поэтому и хранить ее нужно по-разному. Нажму здесь, создав переменную, и открою список выбора. Можно задать название, выбрать тип. Справа открывается окошко для расширенных настроек. Далее мы разберем каждый тип переменной. Первая группа числовые. Integer, Float, Byte. Давайте посчитаем, сколько энергетических сфер у главного героя игры. Создаю переменную Integer, целое число, назову ее так EnergySphere, сфера энергии. Удерживаю, перетаскиваю рабочее поле и выбираю Get. Чтобы можно было продолжить работу с данными, необходимо собрать программный код. Для этого выполняем компиляцию. Теперь у переменной появилось значение по умолчанию. Default Valley. Выставляю значение, например, 50 единиц маны. В игре значение динамически постоянно меняется, но мы разбираем основы, поэтому сейчас это не важно. Теперь я хочу вывести эту информацию на экран, поэтому жму в поле правой кнопкой и ищу PrintString, функцию вывода текста. Наша переменная является числом, и чтобы вывести ее на экран, необходимо данные сконвертировать в текст. Поэтому соединяем этот пин с пином PrintString и видим, что автоматически данные сконвертировались. То же самое можно сделать вручную, если вызвать ту стринг. Теперь я соединяю события EventBeginPlay. Компилирую и запускаю. Смотрите, в левом верхнем углу появилась информация, сколько маны у нас есть. Например, нам нужно отобразить массу предмета или дальность полета снаряда. Создаю переменную float. Этот тип перемены используется для чисел со значением после запятой. Итак, называю ее bowl, мяч. Задаю массу, например, 15,253 килограмма. Вполне неплохое значение. Компилирую, стартуем и смотрим. Значение появилось. Следующий тип – байт. Здесь можно хранить значения только от 0 и до 255. Например, у персонажа в инвентаре есть разные доспехи. Вряд ли их будет больше 255, поэтому для их нумерации можно использовать такую переменную. На примере я хочу, чтобы у главного героя была броня под номером 134. Все то же самое. Перетаскиваем переменную. Соединяем пин. Компилируем, запускаем. Чуть-чуть ждем. Работает. Продумывая архитектуру вашей игры, заранее стоит беспокоиться об оптимизации производительности. Какую выбрать переменную – это очень важный вопрос. Поэтому подвожу небольшой итог. Переменная байт занимает меньше всего памяти, потому что у нее отсутствуют десятичные значения и максимальное число 255. Ее можно использовать для нумерации ограниченного количества объектов. Переменная integer занимает больше места в памяти, чем байт, но позволяет вмещать в себя огромные целочисленные значения. Обычно используется, например, для подсчета. Например, сколько монеток собрал игрок. Самая тяжелая переменная для памяти – float. Ее используют для десятичных чисел. Например, отобразить вес, массу или дальность полета. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в телеграм-канал. Там тоже много чего полезного. С вами был Сиджи Вакула.